Всем привет и добро пожаловать в свежий выпуск новостей и слухов из мира IT-технологий. Погнали! Привет, Сири! Когда следующая презентация Apple? Презентация Apple состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертину, Калифорния. Подробные сведения можно найти на сайте apple.com Apple собрались силами и наконец анонсировали свой первый ивент в этом году, ну а Сири его многим проспойлерила, слив дату и время за пару часов до официального анонса. Ну а что, сами виноваты, она просто делала свою работу, надо было предупреждать. А вот на то, что именно нам покажут, жирно намекает приглашение, нарисованное единым розчерком пера, точнее Apple Pencil. Без сомнения, основное внимание уделят линейке iPad Pro, и это уже ни для кого не секрет, но только покажут не равно тому, что вы сможете это купить. По информации Bloomberg, как минимум прошка с экраном 12,9 дюймов окажется очень дефицитным товаром, и дело тут не в ажиотажном спросе, а в доступности мини-LED экранов. Дисплеи оказались очень сложными в изготовлении, процент брака зашкаливает, а один из поставщиков Apple вообще приостановил производство. Такие себе новости, особенно на фоне непрекращающегося кризиса полупроводников, собственно из-за которого мы в ближайшее время не увидим макбуки на M1X, или как он там будет называться. Аймаки же вроде будут уже сейчас, и не потому что процессоры в них какие-то другие, а потому что они меньше продаются, и чипов под них много и не надо. Apple грозятся загрузить весну, ну или отпружинить, то знаете ли, серьезная игра слов, так что видать покажет нечто реально новое. Думаю многострадальные AirTags очень неплохо быстрей, ну или как и Apple TV с поддержкой 120 Гц, как и AirPods 3. Да, некоторые аналитики предвещали выход в сентябре, но живых фоточек, трешек уже столько, что хочешь не хочешь, а поверишь в скорый анонс. С другой стороны, никакой гарантии, что все это не 10-долларовые подделки-солишки. В любом случае, одними iPad'ами и Apple Pencil третьего поколения Купертина точно не ограничится, ждем как никогда, глядишь и просмотры киноканале подрастут. А то природа настолько очистилась, что, ладно, давайте не будем о грустном, давайте лучше посмотрим на iPhone 13, да опять, но в этот раз под другим углом. Подкатили свежие сливы, судя по которым, модули камеры в тренажке разместят не один над одним, а по диагонали. Нововведение коснется только аппаратов с двумя модулями и возможная причина – механическая стабилизация, как в iPhone 12 Pro Max. Что если Apple решили применять ее во всей линейке и под нее понадобилось больше места? Лишь мое предположение, но вдруг это не только для того, чтобы не спутать модного и молодежного владельца iPhone 13 с нищебродом, который ходит с прошлогодней двенашкой. Ну, возможно же такое, как вы думаете? А пока вы думаете, я тут сейчас отлучусь на секундочку, а за вами тут Ева присмотрит. И снова всем привет, давненько не виделись у нас от Врейде. Замри и прекрати делать все, что ты делала. Потому что мне-то все надоело. Нашлась, значит, выскочка, лезет в кадр каждый месяц. Решила меня без работы оставить, чешо, подруга? Так не пойдет. Готовься прочувствовать адский огонь. Воу, воу, стопэ. Мы, конечно, можем сейчас зарубиться, как в старые добрые школьные времена. Я накину на тебя древнее проклятие, но у меня есть идея получше. В смысле, что может быть лучше хорошенькой битвы с предавшим меня другом? Хотя, подожди, это что на новичков салабонов, воинов сумрака намекаешь? Да, именно. Зачем друг другу сейчас маникюр портить, когда есть салага Саита, который возомнил себя крутым чемпионом? Предлагаю пойти ему и навалять. Парс пустим, слухи обсудим, про работу поговорим. Хм, блин, звучит заманчиво. Идем. И вы тоже. Гоу с нами. Ведь Рейд – коллекционный РПГ с миллионами комбинаций чемпионов, бесчисленными тактиками, сражения с рейдовыми боссами, исследованием подземелья, офигенной сюжетной кампанией, конечно же, ПВП-ареной. Рейду только что исполнилось два года, и игра стала еще больше и лучше. В честь праздника к выходу готовится новая партия эпических и легендарных чемпионов с потрясающей рисовкой. А еще завезли обновление для Роковой башни, в котором добавили новых боссов. Небесного Грифона и Древнего Дракона. А значит, что? Правильно. Вас ждут новые брутальные бои, новые награды и снаряжение для ваших чемпионов. Благодаря обновлениям, новым фишкам, турнирам и подаркам игра еще никогда не была лучше, чем сейчас. Так что не ждите и присоединяйтесь к сообществу Рейд. И помните, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает наши выпуски. Помогите собрать 2500 инсталлов и следите за прогрессом скачивания в реальном времени в описании под видео. И еще прямо сейчас переходи в описании под видео или сканируй QR-код, качай Рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотана в качестве бонуса. Поторопись, бонус будет доступен только в следующие 30 дней. Жду тебя в Рейд. Мой ник – гусеницало. Все знают компанию Sony по плойкам, телекам, наушникам. Но вы в курсе, что они еще смартфоны делают? Что, забыли? А они, в отличие от LG, не сдаются и, несмотря на мизерные продажи, продолжают обновлять свои Xperia. Анонсы обычно проходят незаметно, смартфоны, так сказать, для своих. Неплохие, но довольно дорогие и ничем особенно не выделяются, кроме вытянутых 4К-экранов. Вот и 14 апреля прошла презентация третьей итерации Xperia 1 и Xperia 5. И внезапно оказалось, что у этих аппаратов появилась и своя фишка. Да еще какая! Единица и пятерка – первая на рынке смартфоны с телеобъективом переменной кратности. Перископический телевик умеет изменять фокусное расстояние с 70 мм на 105. Светосила при этом падает, с 2,3 до 2,8, но все по-честному, а не каким-то там цифровым шаманством с потерей качества. Очень круто, оказывается, не обязательно под каждое фокусное расстояние вставлять свой сенсор, можно обойтись и одним. Без сомнений, уже скоро мы увидим подобные у других производителей. Возможно, даже у Apple лет через 5, но Sony были первыми, за что им респект. И еще чуть-чуть по брюзю, окей? Можно? Нет. Спасибо. Так вот, как по мне, полностью вопрос с телевиком в смартфоне такой модуль все равно не решает. Два положения – это, конечно, хорошо, но чтобы добиться удобства мыльниц 15-летней давности, фокусное расстояние должно меняться плавно и бесшовно. Уверена, такая технология уже в разработке, и в какой-нибудь Xperia 5.5 мы ее увидим. Ну а пока остановили гонку за количеством модулей, на том спасибо. Поможет ли это Sony увеличить продажи? Ну, судите сами. За единицу со 120 Гц, 4К OLED-экраном на 6,5 дюймов, 888 драконом с основным модулем на 12 Мп и батарейкой на 4500 мАч попросят 1200 евро. Пятерка почти аналогична, за исключением меньшего объема памяти. 2К дисплея на 6,1 дюйм и обойдется в 900 евро. Привлекательно? Пишите в комментариях, захотелось ли вам купить новинки от Sony. Как всегда, среди тех, кто поделится своим мнением, поставит лайк этому видео, разграет 3 приза по 3000 рублей. На новый Xperia не хватит, но с чего тоже надо начинать. По итогам же прошлой недели, свои честно заработанные получают Топовый Данил Кривошейн, Кирилл Ноунейм, без имени, но с трешкой и классный Сергей Бирюков. Всем спасибо за участие, победители прошу связаться, написав на специальный почтовый ящик. Глава TSMC, крупнейшего в мире производителя полупроводников, предупредила о сохранении дефицита до 2023 года. Мол, спрос не падает, наращивать производство не успеваем, уж простите, но в ближайшие два года не видать вам видеокарт, и не только их. Дай бог, чтобы на девайсы первой необходимости чипов хватило. Это я о новеньких смартфонах и пятых плойках, если что. Новый CEO Intel, Пэт Гелсингер, также прогнозирует, что решить проблему дефицита удастся только через несколько лет. Правда для Intel, который выпускает продукцию на собственных производствах, да на пожилых техпроцессах, это как раз плюсы точка роста. Вон топовые резания уже фигно идешь, и ситуация будет только ухудшаться. А вот Nvidia оптимист и обещает к концу года разобраться с дефицитом. Такой наивняк, конечно, видать давно не смотрели на курс беточка. Кстати, ребята намерены продолжать борьбу с майнингом. Раз уж с драйверами не прикатило, попробуют ограничить на аппаратном уровне. По информации инсайдеров, уже с мая производитель наладит выпуск видеокарт RTX 3060 на ревизии графического процессора с индексом GA106302 и доработанными механизмами защиты от майнинга. Как это работает пока непонятно и вряд ли станет понятно до того, как карты попадут в руки пользователей, точнее майнеров. Но если вдруг сработает, то почему бы Nvidia не выпустить антимайнинговые ревизии для всей линейки? Хотя, простите, это я так замечталась. У них, вон, судя по отчету, 3000 серия продается в два раза лучше 2000. Только ее при этом почему-то никто не может купить. Парадокс. Уникальный iPhone 11 Pro на аукционе продали за 2700 долларов. Если вы вдруг подумали, что я о каком-то сумасшедшем творении кавиар, то нет, речь о вполне стандартном айфончике в цвете Midnight Green, но с кривым яблочком, нанесенном не по центру, а в правой части. Уверена, почти каждый, кто смотрит этот видос, отнес бы подобный айфон в магазин, поменял бы на новый и написал бы, что Apple скатились. Но благо, остались еще в мире ценители, способные понять абстрактные шедевры. Жаль, что таких людей все меньше, и поэтому смартфон ушел с аукционов всего в два раза дороже магазины цены. Впрочем, новый владелец не планирует продавать шедевры, а там, глядишь, человечество повзрослеет, и айфончик уйдет в частную коллекцию за достойную сумму. Говорят, он такой один из ста миллионов. Хотя, уверена, работники Foxconn видят такие шедевры по пару сотен за смену, просто они все добираются до коробок. А жаль. Не все, ой, не все еще производители фототехники налепили свои лейблы на камеры смартфонов. Из недавнего Ван Хассельблад зашкварился с Ван Пласом, а теперь на очереди, судя по всему, Олимпус. Стоило японской компании перейти в руки нового владельца и хоп, в интернете поползли слухи о сотрудничестве с Самсунгом. Кореецы, конечно, и сами неплохо справлялись, но уж в чем в чем, а в оптике у Олимпуса опыта хоть отбавляй. Так что именно с ней они помогут. И уже в Galaxy S22 могут появиться объективы Зуйка. Ребята из Let's Go Digital уже и визуализацию подогнали, выглядит чуток устрашающе. Не совсем понятно, куда делся ширик, но зато телевик один и значит что? Правильный объектив, как и у Sony, с набором фиксированных фокусных расстояний. И возможно именно для его создания пригодится опыт инженеров Олимпус. Одно но, очень вряд ли камера в S22 будет на 200 мегапикселей. Тут авторитетный инсайдер Ice Universe заявил, что Самсунг решили закончить гонку мегапикселей и вернуться к более рациональному подходу, выбирая сенсоры для флагманской линейки не по разрешению, а по размеру матрицы и отдельного пикселя. Собственно, это и без айса было заметно по исполинскому GN2 на 50 мегапикселей, который сейчас устанавливается в Xiaomi Mi 11 Ultra. С другой стороны, еще в марте Самсунг анонсировали аппарат с камерой на 200 мегапикселей. Но далеко не факт, что они об S22, слишком заранее получаются. Короче, ждем новой информации, а пока можете полюбоваться на народный флагман Galaxy S21 FE, рендеры которого все тот же Ice Universe слил за 4 месяца до августовской презентации. Симпатично, до боли напоминает S21, но если присмотреться, то заметно, что блок камер у FE не столь элегантный. Тут это просто удачно замаскированный гроб на пластиковой спинке, а не перетекающая в возвышение металлическая рамка, как у флагманов. Надеюсь, это то немногое, на чем сэкономили, и получится достойный продолжатель чуть ли не самого популярного в мире андроид полуфлагмана Galaxy S20 FE. За два года существования Epic Games Store сгенерировал убытков на 454 миллиона долларов. Так что если вы все еще держите злобу за воровство метро и стима, и не простили эпиков после бесплатных GTA V, прекращайте. Им тоже тяжело. Прикиньте, оказалось, что если брать маленькую комиссию, платить за эксклюзивы, раздавать ААА проекты бесплатно, то нифига не заработаешь. Кто бы мог подумать. Но ничего, на фоне прибыли из Fortnite это копейки. Плюс уже в этом году эпики планируют потерять на магазине всего 139 миллионов. На перспективу работают, и глядишь, лет через 10 выйдут в ноль. Деньги есть. Huawei заявили о том, что их автопилот лучший, а Tesla безнадежно отстала от них в области автономного вождения. По словам председателя Эрика Сюя, автомобили, оснащенные автопилотом Huawei, способны проехать за раз более тысячи километров вообще без вмешательства человека. В доказательство выложили ролик, который демонстрирует, что хуавеевский автопилот отлично справляется с хаотичным китайским трафиком, бодро рулит и не пасует в тех условиях, где Tesla давно сложила бы лапки. Huawei планирует ввалить миллиард в развитие технологий в этом году и ведут переговоры с подрядчиками о производстве автомобиля под собственным саббрендом. Что мне подсказывает, что найдут они этого самого подрядчика намного быстрее, чем Apple. Минг Чико вышел из месячной спячки, начал выдавать информацию и сразу про iPhone 14. Аналитик утверждает, что уже в следующем году Apple наконец-то откажется от сенсора на 12 мегапикселей и перейдут на 48 мегапиксельную матрицу с размером 1 к 1,3 дюйма. Правда фотки все равно по умолчанию будут ужиматься до 12. Короче, не GN2 из Xiaomi, но новый сенсор позволит увеличить размер 1 пикселя почти на 50% в сравнении с iPhone 12. Подэкранный Face ID по информации Куа раньше 23 года можно не ждать. И челочка, пусть и подрезанная в тренажке, с нами еще минимум на 2,5 года. Ну что ж, айфоны отставали от трендов рамками и кнопкой под дисплеем, теперь будут отставать вырезом, нам не привыкать. Зато вон DigiTime сообщает, что iPhone 13 за счет LTPO экранов будет жить на 15% дольше, чем текущее поколение. Да, несмотря на 120 Гц, в очередной раз увеличившуюся яркость и вот это вот все. А еще инсайдеры утверждают, что Apple закончили разработку и тестирование сканера под экраном. Это, конечно, не означает, что он появится уже в этом году, скорее наоборот указывает на то, что раньше 22 года можно и не ждать, но новость сама по себе приятная. Как и сообщение у Блумберга о том, что Apple разрабатывает гибрид HomePod и Apple TV. Помните Яндекс-станцию? Ну а что же типа такого? Ну еще и со встроенной видеокамерой для FaceTime. На этом все, не забывайте такить лайки, писать комменты на 3000 и качать рейд. Подписывайтесь также на все мои соцсети, на Patreon, на Instagram, на мой YouTube канал, там все есть в описании. Всех обнял.